друзья обязательно подпишитесь на мой инстаграм с симонов 100 ссылочка будет в описании здесь все самые скажем так актуальные новости все самые новинки встречи с арнольдом игра мир арнольд классик и дальше по списку ребята заходите подписывайтесь ссылка в описании с симонов 100 заранее благодарен есть сайт кизляр супрем на него можно найти все это увидеть вот а я тоже буду следить за твоим блогом не интересно что авторитетный человек человек с опытом скажет о нашем ножи спасибо еще такой вопрос доставка по россии есть у вас есть доставка это очень важно потому что аудитория разная во всех местах то есть кизляр экстрим это интернет магазин фирменный нашего бренда вот есть доставка по всей россии соответственно отдохну здорово ребята всем привет короче едем в центр пришлось бросить машину пробки вообще не пройти не проехать короче говоря вот сейчас едем на убери в центр гостиный двор там есть выставка сегодня по оружию там охотники рыболовы там не знаю что нас ждет вот кстати встречаясь сегодня с нашим друганом с денисом если помните да когда я был сан-франциско в америке да я ему обещал привезти оттуда ну открытку там магнит вот такой вот так что сказано сделано да важно видя пообещать и сделать вот так что едем будет ролик интересный сегодня посмотрим не знаю что там нас ждет какие будут сегодня у нас гости перемещение локации думаю будет интересно еще ребята тут конечно приколов много да видите поворот налево да а стрелка направо я у даже не поленился короче вышел из машины решил вам это показать и все это дело в центре находится рядом с красной площади вот то есть видите столько всяких моментов приколов по москве вот на самом деле ребят да и разметка да будет на только направо мы сейчас поедем и будем нарушать товарищ собянин обратите внимание пожалуйста на данную какую-то не вот она на даром и состыковочку да мы тут не должны ехать все госдума ребята к вам обращаемся законодатели наши россии умом не понять как говорится ну да если по вот этому на немножко если газа нул там да у залча говоря им обретет немножко гололед и ты приехал светофор не было да смотри вот такие островки они везде да на трубные тоже да еще где-то на болот на болот на большом каменном то есть да она видно как бы развитие есть москва цветет и пахнет как говорится но от какие-то моменты они все равно как бы нестыковочек много все-таки так что надо поправить ребята надо поправить короче мы тут находимся в гостином дворе а вот сегодня у нас здесь получается что кратце при этом да всем здорово это как стать и денис армс хантинг одна из лучших выставок оружейных охотничьих нам тут выдали пропуск в россии сегодня я у серёги буду гидом показывать ему здорово съесть и кстати я тебе сейчас должен обязан просто передать то что я тебе обещал вот все как положено будет очень рад из америки ну что погнать ну что ребятки в принципе денис сегодня нам с радостью предоставит такую экскурсию экскурс до в мир оружия теряет уже обладил все самое интересное нашел и серёги мы сегодня все сливки давай да и как раз плюс в чем то что ты как бы в этом шаришь разбираешься и на любительском уровне это у нас концерт калашников самый крутой планете земле все знают акаемы да не только каемы сейчас серёга вам все покажут давай посмотрим да смотри я тут смотрю есть не только нет не только вот новинка да что это столь на это мп-156 это новая разработка концерна это старая добрая мурка 155 ну обычный гладкоствольное оружие наши а вот но это инерционная система то есть если там был газоотвод здесь инерционка очень легкая вчера вот мою держали ну вообще не без удобная да попробуйте ну-ка но не брал я в руки шашек это действительно действительно приятно держать ну мы сейчас потрога посмотри когда мы пойдем допустим возьмем самую дорогую бен или до за 250 тысяч до просто сравним это стоит 26 где-то примерно 26 ну куда в районе 26 если хочешь прямо сейчас попробуем за 260 поддержать давай как-то перестанет новый сайга в 366 калибре 366 ткм то есть в принципе обладает мощностью нарезного оружия точность очень неплохая но ее можно покупать сразу не ждать 5 лет лицензии то есть как пришел возраст покупки главного оружия а ценник у нее какой это прототип я ценник не знаю но в районе акм стоит в районе 36 тысяч 40 но тогда настоящий км вот а это будет на базе соответственно ака 74 ну-ка так как бы выжили суши ну здорово надо но это гладкий ствол абсолютно все легкое тоже да да какая серьезно да прикладный складывающийся на базе свадать тигр сделал верхнем кг да вот этот вот с цевьем совесть есть новое там стоит не штатно ну пользуется для охотников крупного зверя на большинство слушал вот это что смотри с каким-то ким да это сайга 12 вполне 340 это наш спортсмены стреляет из него на чемпионатов и кстати вот девочки не выиграли чемпионат именно вот с этой сайгой но только у них естественно до оснащение специально сделан сделан там у них свои цеви я не знаю есть она вот это вот победитель последнего чемпионата чемпионата по практически так ну что ребята шли-шли короче говоря нашли марию шварц и наталью румянцева этого девчонки привет ну как бы представляет концерт калашникова соответственно стреляют тоже с этого оружия немножко вот пару слов вот о последнем чемпионате вот россии да я так понимаю что вы тоже с этим оружием заняли там призовые места можно поподробнее наташ или как с кого давай наташи окей наши отечественным оружием и нарезные корабель и также используя наши диспорта особенно совсем недавно там есть месяца назад нас прошел чемпионат россии по мировым которым в этот раз впервые был зарегистрирован экспериментальный класс калашников который немножечко отличается от открытого класса вообще принято и мы решили разделиться во первых все классы закрыты медали больше собрать и получилось так что в обычном открытым классе первое место отлично поздравляем я же зарегистрирую спас калашников выступала с сайго мк обычная буквально четыреста пятнадцатый стол то есть в магазинах его можно купить за там ну штат 30 тысяч рублей да там и вот с этой сайго я взяла тоже первое место в экспериментальном классе калашников здесь нужно отметить то что маша вторая во женском овероле она вынесла в общем-то очень сильных девчонок с арками и это действительно крутой результат потому что ну до этого пока еще никому даже так именно с калашников понял впервые мы используем на соревнованиях вас пока экспериментальный будет официально принять по крайней мере нам обещают в следующем году в россии что позволит нашим спортсменам с доступным нашим оружием и патронам выступать на уже мировом получается уровне да вопросы всех порвать в прошлом году проходил чемпионат мира в италии по ружью и собственно говоря благодаря 340 сайке в общем то вынесли всех что девчонки что наши молодые люди у ребят первое место в команде это феноменальный результат вот собственно говоря подошел еще один призер чемпионата мира здравствуйте наше оружие оно не просто это хорошее но лучшее в мире на данный момент вот так вот мы не просто рекламируем да или что-то мы с ними стреляем и занимайте места это что же о многом говорит первое место тоже заняла 340 сайга которую мы подарили нашему другу хорошему спортсмену к сожалению она его не подвела вот так ну как да то есть сайга не подвозит поэтому я однозначно рекомендую покупать наше оружие с ним стрелять потому что оно действительно не подведет у нас технический вид спорта в котором как бы ты не был готов сам по себе если твое оружие не работает ты никогда не выиграешь к сожалению и когда твое оружие снимать все вопросы то есть с технической точки зрения у тебя всегда работают патроны у тебя всегда работают магазины оно всегда попадает так и не дорого а не дорого это вообще если сравнивать с долларами с еврами то есть совсем другое просто да и качество в следующем году чемпионат мира по карабину пройдет в Россию это первый чемпионат мира и первый чемпионат мира в России вот мы к нему готовимся ждем выхода новой сайга 107 с сбалансированной автоматикой и будем строгать с ней защищать нашу честь то ребята блин пожелаем удачи да спасибо огромное спасибо удачи вам спасибо ребята гуляли гуляли по выставке короче говоря и вот наткнулись на компанию косуми видите да японская контора нам 15 лет Игорь директор здравствуйте привет всем привет всем здорово да меня поразило что вообще очень интересный дизайн вот просто вообще обалденский я не знаю с чего вы выбрали именно вот такой бренд представлять здесь в России то есть почему ну то есть что или какая-то история или почему вот то есть из-за чего вообще произошло история это длинная да все же конечно же идет изнутри наружу когда-то как и мне понравилось понравилось нашему собственнику он увидел авторов то что они делают как они это делают как они это делают он загорелся этим и оттуда и понесли когда-то 15 лет назад открылся первый наш магазин на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге там же где сейчас есть наше сердце все понятно ну это большой флагманский салон кстати всем привет всем приходить а слушаю такой вопрос производство так оно и как и было так есть в Японии да только так только так и в одном месте не сказал бы что в одном да есть некая провинция так называемая непонятно в Секи где это очень важная культура туда и растет в Японии в принципе это сердце ножевой культуры это Секи крупно так называемая местность но конечно же есть авторы которые у нас многочисленные авторы которые у нас здесь представлены они делают ножи да по всей Японии да и именно об этих ножах наверное вот передам слово Сергея нашему авторского проекта он расскажет лучше я не знаю почему спасибо Игорь огромное я вот не знаю почему но почему-то глаз у меня лег вот именно на этот нож вот с черной ручкой Сергей расскажи буквально там пару слов вот я не ошибся с выбором вкратце нет это на самом деле очень уникальный предмет интересный мастер зовут его Нибы Юки он один единственный в Японии кто работает с катанами при том катаны которые датируются там 1800 1900 года он находит их в частных коллекциях некоторые уже там испорчены потерявшие вид и полностью восстанавливает их былую мощь и славу и сделает из них ножевые вот такие вот работы то есть если присмотреться клинку до сих пор видны даже какие-то отметины царапины пятна то есть можно даже предположить что какие-то эти предметы участвовали непосредственно в боевых сражениях я боюсь спросить сколько он стоит ну этот не дороже денег не дороже денег не дороже денег короче ребята этот нож стоит Серега просто боится озвучить думаю сейчас заплюют в комментариях полмиллиона рублей ребята а из чего сделана вот эта вот ручка это магнолия покрытая лаком у Руси это тоже традиционная техника в Японии когда они берут непосредственно какой-то материал и вручную расписывают его лаком а кнопочка вот эта что такая это тоже полностью имитация настоящего мяча ее можно вынуть и эта ручка снимается то есть клинок отделяется от рукояти то есть полностью как и в настоящих мячах ну я так понимаю что эти ножи вечные вообще да по большому счету да так он может послужить много потому что если даже вот этому клинку два века и вот через два века он пришел в виде ножа что будет через два века нам тоже неизвестно если за ним ухаживать следить все будет превосходно естественно куда-то бросить его и забыть он просто потеряет всю свою сущность понятно мне еще понравился вот этот маленький нож то есть он тоже я так понимаю что выполнен вручную да полностью вручную хендмейт так скажем да да полностью это мастер Фузита Маморо это называется капля дождя над утренним садом то есть если присмотреться к нему на самом деле можно увидеть что это такой лепесточек ну да на котором капелька дождя полностью ручная работа эмблема мастера а сколько мастеров работает вообще вот в этой компании то есть я же так понимаю что это мануфактура большая это просто объединение двух людей которые один в России один в Японии решили создать единый монобренд который в себя включает разный производ мастеров в целом если брать именно авторских knife-мейкеров то где-то порядка мы работаем с 20-25 людьми круто ну и пользуется спросом насколько я понимаю раз вы 15 лет уже в России да мы первые в Японию сюда привез открыл этот рынок на первый год люди нас смотрели прикле пальцами говорили что это такое вы никогда здесь ничего не добьетесь на 15 лет и доказываем обратно ребята скажу вам по секрету я буду брать всем привет ребят еще раз вот калибр 366 который гладкий который можно покупать который скажем так как нарезной работает да то есть АКН вот это вот новые пули третьей генерации да третья генерация красная вторая а вторая вот это вот макетики такие сейчас мастерюки две возьмем вот уникальный калибр наша разработка абсолютно полностью на 100 метров вот такой вот пятачок собирается вот так вот влося валит кабана с одной ну как попадешь если по в правильное место да то очень хороший экспансивным по-моему тоже компания Теп Крим ну это один из лидеров рынка и именно они разработали видишь вот эту вот всю номенклатуру вот так она раскрывается в геле правильно обалдеть мыло мылость временно а вот это дробовые но это перспективные дробовые вот круто на винтовке в калибре 103 мм 400-ой чатак из МК-14 производства Лапайфарбс это российская фирма которая находится в Калужбе именно с этой винтовки был поставлен рекорд на 3400 метров армийским снайперам вот так вот сейчас на данный момент рекорд по самому дальнему выстрелу находится у американцев но мы сейчас проводим высокотготовку для установления рекорда на 4 км рванем их короче да я думаю что у нас слушай а стоимость какая вот у этого оружия вот данный этот экземпляр он стоит около 5 миллионов потому что это эксклюзив это единичный да вообще практически все штучные виток то есть это можно сказать формула 1 в мире виток вот здесь подобный виток это обычная она карбон в этом же калитре она стоит около 2 рублей виток 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 В общем, где-то 4 года уходит на изготовление данного экземпляра ребята представляете вес самого ружья он весит 13 кг виток 4 4 года и такой вот патрон посмотрите сколько ребят снимают его вот так на Годилу короче ребята у нас на ружье очереди нет есть очереди по кругу вот так то есть кучу кондиционеров хотят получить патрон виток зашиваться серийный производственный замечательная надпись ребята не правда ли ребята смотрите тут какие зверушки есть for sale все продается 16000 рублей фазан дает это фазан да смотри выкусить может гиена ух какая но еще очень много красивые такие экспозиции конечно зверушек только жалко новое кресло для сергея симонова don simon ребята видали потом в царском короче кресло вот так ставь лайк подписывайся на канал и будет тебе добро и позитив а как вас зовут очень приятно так и что тут происходит в кого стреляем либо в кабанов либо по целям как вам удобно у нас интерактивный тирк здесь любая ружья пистолет и винтовки как вам удобно можно будет попробовать да конечно 200 рублей стоит наша игра отлично но все платите деньги да очень много поставляем а что да надо бы надо давайте хорошо сначала зелененький добро мы позитивом стреляем перезарядитесь вниз все то же самое вот 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 Ещё раз? Да, конечно. А второй? Перезарядку. Теперь куда? Теперь всё, вот такие же цены, каждую по два раза. Опять перезарядка, перезарядка, серьёзно. Ну всё, ребята, что, постреляли, хорош, блин. Всё? Вот так вот, да? Спасибо. 200 рублей, пожалуйста. 200 рублей вынесли. Ну и, ребята, смотрите, короче, какое есть оружие, да? Револьверы, автоматы, пулемёты. И всё стреляет вот такими вот маленькими патрончиками, да? То есть я так понимаю, что для этого, наверное, не разрешение никакого нет. Нет, нет, вот двустволок. Купил такую, да? И всё. Ну да. А тут смотри, какие есть маленькие, да? Поэт. Да. Всё-то только нет, да? Трёх линейках. Какая? Ага. Здорово, да? Обалдеть. Сколько всё производим? А сколько же такое стоит? Ценник какой? 50 до 350, это то, что представлено на выставке. Всё, понял. Всё, понял. От 50 тысяч примерно. Спасибо. Смотрите, какой. Штуки классные. Законник. Да. Интересные вещицы, да, тоже такие? Угу. Такие. А это как называется? Кон... Конкиста. Конкиста. Как жизнь танкиста. Как жизнь танкиста. Машку. Какой, смотрите. Жесть, да? Это что-то придумают. Неопаладин. Чё си. Здорово. Ну чё, ребят, смотрите, какие ящики, да? Вспомнил сразу армию. Да. Чё тут только нет. Смотрите, это мачете, да? Да, новая. Круто. Лёгонькая. Они продаются вот эти, да? Да, да, да. И ценник какой у неё? Мачете 3, 4, 3, да. Вообще круто, блин. Круто. Здорово. Супер выживальческие ножи тактические. Таким не страшно будете. Да? Здорово. Смотри, тоже такие ножи интересные, да? Вот. Рекомендую. У меня есть вот такой. Сэнсэй называется. Ну, кто будет плохо себя вести. Сэнсэя вызываешь. Да, да. Да, да. Здорово, ребята. Огонь просто. Да. Делаешь? Да, можно. Короче, ребята. Я, честно говоря, прифигел вообще просто обалдел, потому что уже пошли подарки на этой выставке. Хочу представить вашему вниманию Виктора. Спасибо. Кизляр Суприм. Руководитель, организатор всего вот этого мероприятия, то, что мы вот сейчас показывали. Короче, подарки в студию. Да, Сергей. Ну, хорошему человеку не жалко. Может быть, рассказать чуть-чуть, что это? Возьмёшь ножичек. Да, это CPM S35VN. Крутая сталька, порошковая, американская сталь нашего производства. То есть, готовим её очень интересно. Но лучше, чем я буду долго рассказывать, ты её попробуешь. Поэтому вот этот вот ножик ты забираешь с собой. Спасибо огромное. Копеечку. Однажды? А я прямо сейчас его отдам. Сейчас руки освободятся. Потому что это должно быть на дружбу, а не на расставание. Сто процентов. Такая традиция. Я даже больше скажу. Буду юзать, короче, буду пользоваться, ребята. И в последующих видосах, ну, соответственно, скажу свои ощущения. Хорошо, плохо, всё по чесноку, короче, будет, да? Вот. Ну, и тут ссылочка тоже в описании будет, да? Посмотрите, зайдите. Если кому-то что-то будет интересно, подогнать. Тут же не только ножи есть. Я так понимаю, что у вас вообще полный ассортимент всего, да? Есть. В основном ножи, заточные инструменты, элементы экипировки, чехлы. Ну, это всё приходите в гости, смотрите. Да. Есть сайт Кизляр Суприм. На него можно зайти всё это увидеть. Вот. А я тоже буду следить за твоим блогом. Мне интересно, что авторитетный человек, вот, человек с опытом скажет о нашем ноже. Спасибо. Ещё такой вопрос. Доставка по России есть у вас? Есть доставка по всей России. Это очень важно. Потому что аудитория разная во всех местах. То есть, Кизляр Экстрим – это интернет-магазин фирменный нашего бренда. Вот. И есть доставка по всей России. Соответственно, можно заказать в любом регионе. Это будет очень бюджетно и очень здорово. И качество гарантировано. То есть, на ножи, на все пожизненные гарантии. Всё. Вить, респект. Очень приятно. Спасибо взаимно, ребята. Даже не ожидал вообще просто. Праздник какой. Что, ребята? Копеечку отдаём Вите. Сказано, сделано. Всё. Это я забираю. Сертификат. Всё. Твой. Респект вообще. Будет на дружбу. Давай. Спасибо. Ну что, ребята. В принципе, время пробежало незаметно. Я очень доволен, что я попал на эту выставку. Здесь много всего интересного. Вот, на самом деле, я первый раз узнал. Дэну. Огромное спасибо Дэну. Ссылка будет в описании на твой канал. Естественно, Серега. Да. Все в подарках. Марку. Марку, да. Кстати, кто помнит, ребят. Но это для продвинутых, короче. Да, да, да. Для тех, кто в теме. Для тех, кто в теме, да. Ну что, я надеюсь, Серёгу приобщила к оружию. Мы ещё с тобой постреляем. Мы сейчас с тобой встретимся. Да. И давайте за комментариями следите за базаром тоже. А то вон девочки есть. Они сказали, если что, будете плохо себя вести, они разберутся. Да. Всё, ребята. Чао, пока. Любим вас. Покеда.